В окружении деревьев, в самом туристическом районе Афин, на Плаке, гордо возвышается храм Святой Екатерины с более чем 10-вековой историей. По словам Иониса Трейлоса, храм Святой Екатерины был построен на руинах раннехристианской базилики, и он даже считает, что колонны римской эпохи, сохранившиеся во внутреннем дворе, образовали атриум церкви. До первоначальной раннехристианской церкви здесь находилось древнее языческое капище в честь богини Артемиды. Основание нынешнего храма, расположенного на пересечении улиц Грифонтас, Лисикратос, Голланас и Гурас, было возведено в середине XI века, и первоначально храм был посвящен святым Теодорам. В XVIII веке с согласия митрополита Афинского Варфоломея он был передан Синайскому монастырю и посвящен Святой Екатерине. Согласно указу 1834 года, храм Святой Екатерины был включен в число монастырей и церквей, подлежащих упразднению. Однако, до 1839 года он находился во владении синаидских отцов и функционировал как подворье монастыря Святой Екатерины на Синайе. Затем, по просьбе прихожан близлежащих районов, из согласия митрополита Афинского и муниципалитета Ге, Афин храм был превращен в приходскую церковь. Состояние церкви, как из-за повреждений, полученных во время революции 1821 года, так и из-за землетрясения 1837 года, было не очень хорошим, поэтому было признано необходимым провести реставрационные работы. Работы были выполнены как за счет финансовой благотворительности, так и за счет добровольного личного труда самих прихожан, включая Макриянниса. Иоаннис Макрияннис, национальный греческий герой, сражавшийся против турецкого ига во время греческой революции 1821 года, жил рядом с храмом и принадлежал к приходу Святой Екатерины. Первоначальная византийская церковь XI века по своей архитектуре принадлежала к крестообразным, базирующимся на четырех несущих колоннах строениям, но в последующие годы первоначальный облик церкви в значительной степени изменился. Как свидетельствует фотография того периода, первоначально на западной части крестообразного основания церкви находилась маленькая колокольня, которая просуществовала до 1870 года. Позже церковь была расширена за счет пристройки перистиля, колоннады, вокруг первоначальной византийской церкви, что привело к появлению отверстий в аутентичной византийской кладке северной, южной и западной наружных частей церкви. Строительство перистиля колоннады также потребовало перемещения колокольни. Древний византийский афинский купол не сохранился. Купол, который посетитель видит сегодня, гораздо более высокий и объемный, чем первоначальный. Он датируется 1917-1927 годами и выполнен из шеститранного кирпича, который в верхней части купола уложен клином, а с середины его высоты вниз – чередующимися вертикальными и горизонтальными слоями. Снаружи, с восточной стороны, алтарь заканчивается тремя кирпичными арочными апсидами, из которых правое и левое имеют по одному окну, в то время как среднее – три полукруглых соединенных окна. В некоторых местах, например, на южной части крестообразного основания храма видна кладка византийского периода церкви в виде каменной росписи, куфика арабской вязью, сохранившейся до наших дней. Также видна смешанная кладка каменной стены внизу ниши алтаря, которая отличается от остальной части храма и, вероятно, относится к более раннему периоду строительства храма. В частности, во многих случаях прямоугольные камни не перемежаются непрерывными горизонтальными рядами кирпичей, в то время как вертикальные швы перекрещиваются двумя рядами горизонтально расположенных кирпичей. На двух внутренних восточных колоннах сохранились две раннехристианские капители. В церкви три предела, правый из которых посвящен святому Антонию, а левый – святой Софии и ее трем дочерям. Святые престолы церкви и пределов облицованы мраморными плитами, положенными на древнее основание колонн. В середине колонны центрального святого престола сохранилась древняя надпись. Заслуживают внимание переносные иконы, украшающие церковь, такие как икона святого Иоанна Крестителя XV века, работа критской школы и икона святого Спиридона XVIII века, работа ионического стиля. А также икона святой Екатерины в правом мраморном киоте, датируемая XVII века. Серебряный оклад шести икон в иконостасе – работа лучших серебряных дел мастеров города Афины, а роспись церкви была выполнена в XIX веке Кафисом или Кафидзидакисом, известными в то время иконописцами. Субтитры создавал DimaTorzok